Региональный день личного приема граждан проходит каждый последний четверг квартала. На этот раз за помощью в решении проблем главе города Валерию Лебедевичу и его первому заместителю Альфье Пичугиной записались шесть граждан. Первый вопрос от жильцов 14 микрорайона. Их не устраивают взаимоотношения с управляющей компанией. Они что делают? Они дублируют грунтовка, шпаклевка, витамирование. Нину Михайловну, как и других жильцов дома, не устраивает смета косметического ремонта. По словам женщины, изначально она составляла 347 тысяч рублей, по 173 с половиной тысячи на каждый подъезд. А так как на счете дома были еще средства, жильцы написали в управляющую компанию письмо с просьбой просчитать, во сколько им обойдется покраска потолков. В управляющей компании это предложение расценили как руководство к действию. И, не дожидаясь решения жильцов, приступили к выполнению работ. Дополнительно по 200 тысяч, которые были сделаны, это потолки на самом деле. 173 изначально. Все. Больше будет письмо. Ничего не будет. Жильцы не согласились на ремонт потолков за названные суммы и отказались подписывать акт выполненных работ, а соответственно и оплачивать их. Управляющую компанию это не устраивает. Проблема не решается уже достаточно долго. Поэтому представители дома и обслуживающей организации пришли за помощью к главе города. Руководство насчет компаний. Садитесь за стол, переговоры. Проговорите все вопросы, нюансы. И определитесь, как дальше у нас в этом плане будет. Я еще раз говорю, я решение в этом плане не принимаю. Не может повлиять глава города и на выделение дополнительных комнат в общежитии для следующего, пришедшего на личный прием гражданина. У муниципалитета нет свободных комнат в домах коридорного типа. А те, что имеются, закреплены за муниципальными учреждениями и предприятиями. По мере освобождения этого жилья, они сами принимают решение по их заселению. И мы принимаем. У вас какой-то, у кого они будут освобождаться, будет, что вы там, я могу это сделать. Так как, значит, жилье передано ними, они сами распоряжаются. И хотя вопрос жителя города остался нерешенным, посетителю достаточно подробно разъяснили о порядке выделения дополнительных квадратных метров семье. По остальным вопросам, с которыми пришли губкинцы в день личного приема, даны разъяснения. Кроме того, глава города рекомендовал ответственным за решение проблем держать их выполнение на контроле. Екатерина Склюева, Илья Квасов, Новости Губкинского. Субтитры создавал DimaTorzok